так привет один человек пока сегодня у нас эфир по техническому рисунку как на примере то что здесь вот и в нашем эфире сейчас чуть-чуть может быть соберется еще людей вот пока говорю что мы рисуем платье дейнерис такое очень интересно конструктивное привет привет технический рисунок сегодня от руки сейчас еще немножко подождем еще кого-нибудь кто к нам подойдет и для новоприбывших говорю что рисуем технический рисунок от руки платье дейнерис но мне сейчас открыто на компьютере позже мы выложим еще фотографию интересное конструктивно платье кожаный верх у него насколько я могу видеть плессировка внизу на юбке по центру и такие объемные плечи привет 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 вот у нас сегодня эфир по техническому рисунку от руки пока немного расскажу о том что мы будем использовать так вот как пример который мы уже рисовали давно может быть вы видели эти видео техническом рисунке подобного плана и сегодня буду использовать вот такую линейку вы должны были скачать шаблон думаю что кто-то скачал или позже скачает когда будет именно рисовать эфир обязательно сохранится привет новым технический рисунок от руки платье из кожи и с плессировкой используем простой карандаш заточенный вот у меня здесь специально точилка еще лежит линейка пластик и в принципе это все все что нам пригодится так мы давайте тогда начнем эфир обязательно сохраним все смогут его посмотреть так беру новый лист и мы рисуем ее в полный рост сейчас берем линеечку проводим центральную линию проводим линию по груди и талии и бедра так всем кто пришли у нас технический рисунок платья даймерис торгарин такой кожаной платье с объемными плечами со стойкой с такими необычными рукавами и с плессировкой по центру внутренняя деталь с плессировкой до шаблона можно распечатать вот я сегодня использую вот такую линейку отмечаем здесь точки так и теперь накладываем сюда наш шаблончик по центру обвожу его шаблон обводим не сильно чтобы не было какой-то жирной и сильной линии или очень толстый так еще раз кто новый у нас пришел рисуем сегодня технический рисунок платья деймерис конструктивно очень интересного с высокой стойкой по центру у неё как я вижу здесь застежка рельефы от талии в пройму через центр груди вот рельеф приходит большое плечо и также по низу платья у нас плессировка обязательно сделаем отдельный пост фото этого платья но я думаю что можно на самом деле нарисовать любое платье так теперь берем линейку и начинаем я сначала определяю положение стойки у нас откуда она у нас начинается на шее замечаю себе точки теперь плечи вот наши плечи у нас выступающая часть плеч такая сильно выступает она примерно сюда то есть тут такие какие-то высокие накладки потом у нас эти плечи переходит в пройму очень удобно я себя всегда сначала отмечаю точки и потом их соединяю вот сюда они идут в пройму у нас дальше рисуем как у нас идет рельеф у нее там такие вертикальные рельефы вот от проймы через центр груди и в талию сначала наметим где у нее под талии заканчивается ее вверх вот здесь тоже так и теперь через центр центр груди также ставлю точки прям определяю себя по сантиметрам сюда и вот сюда здесь заканчивается и потом переходит сюда здесь острый уголок вот наш вверх точками готов и давай теперь соединять его так еще подточим карандаш всем кто пришел привет у нас технический эскиз платья дейенерис конструктивно интересного с широкими плечами с рельефными вот рукавами и с так мы пока что расставили по точкам нарисовали шаблон фигуры расставили точки по которым мы отмечаем нашу вот полочку в данный момент и теперь соединяем да конечно механический карандаш в этом плане будет поудобнее так соединяем сюда сюда очень удобно если у вас есть под рукой еще линейки ликала например которым можно такие красивые линии проводить идем дальше через наши точки по груди и теперь этот рельеф у нас идет вот в эти точки можно тут в принципе воспользуются линии линейкой так это получается наша центральная часть так теперь горловина у нас вот отсюда начинается стойка рисуем так вот у нас центральная часть будет застежка и прямую линию вот так вниз до линии где у нас заканчивается эта застежка наша . и теперь соединяем не здесь 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 и плечи так вот получается наш такой наша верхняя деталь теперь рукава определим сначала длину по центру фигуры устраиваем ставим здесь точки себе и они у нас рукава по низу асимметричные то есть получается что ближе к центру фигуры ближе к фигуре они короче вот и здесь они длиннее сзади теперь рисуем прямую линию повторяющую наш шаблон до точки окончания нашего рукава и с этой стороны так и у нас здесь есть такой рельеф по рукаву начинается он исправим вот отсюда идет вниз ровный и сначала мы тогда нарисуем внутреннюю часть рукава здесь чуть пониже ее возьмем и потом уже приступим к рельефу так и поскольку это будет у нас задняя часть скажем так рукава здесь я ставлю точку на уровне вот этой тоже точку и вот здесь под грудью примерно рукав наш входит слоем так теперь через вот эту нижнюю точку мы соединяем это получается задняя как бы часть рукава у нас мы ее здесь не видим можно и усоединить такой дугой чуть-чуть округлую немножко подточим карандаш привет тем кто пришел рисуемся не технический рисунок платье из серии игры престолов из какой точно не помню вот но одет она на дейнерис таргариен объемные плечи рельефы из плеч и спрома вот сюда по центру груди и вниз на талию и сейчас рисуем рукав так давайте также еще закончим нашу саму полочку обводим здесь наш шаблон по груди до линии рукава и также обводим шаблон до талии вот у нас здесь есть точки в которой мы должны его привести прям бы шаблона все рисуем очень удобно что шаблон повторяет именно фигуру он такой плавный так и теперь также соединим вот эти точки таким образом вверх мы с вами закончим практически еще стойка так теперь рукав так рельеф нашего рукава как раз идет вот по этой центральной длине не центральные а вот чуть сбоку эта линия самого шаблона и примерно от локтя локоть у нас начинается на уровне талии я ставлю чуть чуть пониже здесь точки откуда у меня начнется декоративная деталь на рукаве у нее провожу здесь показываю что это у нас рельеф отсюда идет до этой точки вот и теперь здесь у нас такая деталь заканчивается на вот здесь маленькая узенькая конечно удобно было бы воспользоваться лекалом делаем здесь уголок такой и здесь тоже рисуем пока прямую линию где она закончится деталька и и вниз параллельно нашим линиям рукава рисуем саму деталь и вторую теперь так так и у нас эта деталь она немножко вниз острая с ластиком я не стык подотру так извиняюсь что шатается все так рисуем уголок здесь и с этой стороны сначала линии более тонкие потом мы с вами уберем лишние линии и можно будет обвести более жирно может быть кому-то будет удобно еще линером обвести или каким-то маркером так и теперь заканчиваем по низу наш рукав здесь она ходит вот сюда его не видно и тут и чтобы показать что у нас это не вот одна какая-то передняя деталь рукава передняя деталь которые просто между собой стачиваются мы можем также заштриховать вот эту часть темный показываем здесь тень то есть это вот деталь рукава сзади задняя часть его то есть так сразу можно будет увидеть что рукав у нас асимметричный по переду он у нас короче и вот с такой резной фишечкой так теперь давайте приступаем к стойке определяем длину стойки то есть отсюда у нас начало и и вверх сделаем тоже и по шаблону точки себе ставлю чуть-чуть под уголком наши линии так и сзади сначала проводим тонкую прямую полоску чуть выше ставим точку чтобы показать что стойка сзади у нас чуть-чуть округлая и проводим заднюю линию такую полукругом дугу так теперь получается что здесь заканчивается у нас на по переду соединяем точки центру к застежке и соединяем получаем нашу стойку по переду вот здесь также мы можем с вами чуть-чуть подотрем показан покажем то что у нас это тоже не какая-то одна передняя деталь так непонятно очень плоско все отдаем объем и внутреннюю вот эту часть мы чуть-чуть заштриховываем то есть так сразу видно что а вот он перед вот у нас приходится в застежку и это задняя уже часть стойки так теперь давайте идем дальше наша такая юбка начинается от талии сначала определяем длину у нас есть колено здесь она показана такими выемками пупырышками и длина у нас миди получается где-то середина икры отмечаем себе здесь прямую линию потом смотрим на объем платья целом там получается а силуэт даже не платья жакет какой-то такой сверху он прилегает по бедрам и вниз идет раскрешение и теперь в одну сторону 3 сантиметра и отложу другую тоже 3 так ну теперь рисуем контур по боку сначала повторяем вот до бедра можно повторить линию по шаблону с этой стороны и с этой и теперь входим прямой линии сюда чуть-чуть подточу карандаш всем кто новый с вами мы рисуем технический эскиз платье из игры престолов у нас нам потребовалась вот такая линейка можно скачать шаблон карандаш простой хорошо заточенный либо это механический карандаш просто бумага линейка ластик все больше ничего не нужно очень просто так по бедрам еще раз обводим все так теперь у нас по переду идет у нее деталь такая которая выходит вот отсюда с плейсировкой сначала мы покажем как бы контуры внешней верхней детали которые эту плейсировку покрывает так положим сюда 5 6 7 даже побольше чуть-чуть там такая изогнутая линия я нужно сделать чуть-чуть побольше по сантиметру так и вниз они у нас уходят примерно вот сюда чуть-чуть побольше тоже сантиметр продолжаем и закругляем так пока тонкими линиями так и теперь по низу можно дать небольшую здесь волну показать что тут у нас идет такое расклешение чуть-чуть ниже сделаем с вами вот эти концы передние заодно покажем что это верхний слой и плейсировка наша на вот внутри такой волнистой линии показываем что тут у нас большие складки и вторую такую же так насколько часто используют такие эскизы на самом деле достаточно часто потому что еще не там немногие пользуются может быть компьютером или только начинают и гораздо удобнее когда у тебя есть ну какая-то своя задумка или ты видишь уже какую-то вещь которую хочется вот именно ее технический эскиз можно быстро положить нарисовать себе кучу шаблончиков и на них вот так вот придумают разные конструктивные элементы то есть там можно поиграть с рельефами сразу ты видишь какой будет результат четко без там лишних каких-то штриховальных линий потому что если нет четкого такого шаблончика обычно мы рисуем вот так большая ляписта а тут такой он более конструктивные более чистый сразу так стираем вот это реально удобно когда нужно это быстро как-то оперативно сделать а под рукой и вообще не компьютер ничего нет так и теперь наша внутренняя часть плесировка тут я показываю прям вот по этой линии такие острые рисуем зазубринки так и все они у нас будут сходиться к центру вот сюда и поэтому когда мы эту плесировку рисуем даже гофре гофрированная скорее юбочка вот мы ее всю сводим к центру то есть отсюда сразу нет начнем с центральной линии центральную линию рисуем по центру прям вот так прямо потом внутреннюю линию чуть-чуть под наклоном вторую эту тоже внутрь и еще у нас дальше ушли куда-то сюда кофрушки мы их тоже показываем начиная чуть-чуть повыше то есть предполагаем что они у нас идут дальше вот сюда вглубь мы их уже не видим и вот начинаем отсюда и также мы нарисовать только из внутренних пока и можно показать еще вот отсюда просто центральную линию не доводя до конца что это у нас гребень нашей гофрушки нашей складочки так и в другую сторону тоже так начинаем с глубинных 2 и вверх теперь центральную линию теперь центральную линию и вверх Так, теперь обводим более четко наши внешние все линии. Сейчас чуть-чуть подотрем эти детали. Все внутренние, которые нам мешаются в данный момент, которые нам не нужны. Вот, также, конечно, удобно было бы, если бы мы сразу, например, обвели все линером. Вот, и линер уже не будет стираться мягким ластиком. И в конце можно было бы все карандашные линии лишние просто стереть прям поверху и не бояться, что мы сотрем что-то не то. Так, и линию груди еще стираем. В принципе, можно обводить потом готовый эскиз не только карандашом более, там, допустим, более жирным, более плотным, так же линером, так же черным карандашом. Также я знаю, что некоторые любят вообще технические эскизы рисовать красным карандашом. Вот, и все какие-то наброски, все рисуется красным, чтобы потом можно было сверху тем же линером или тем же, там, более темным карандашом или маркером, обвести уже какой-то вот понравившийся вариант. Например, там, рисовали разные-разные рельефы, и вот понравилось какое-то сочетание определенное, и уже сверху по именно красному вот этому подмалевку, как его можно назвать, можно конечную линию провести. Так, сейчас мы пока с вами стерли лишние линии. Да, обведем более жирно все вот это. Прямо можно везде пройтись. Так. Так. Все, жужжним, жужжним. Еще деталь. Верхняя вот эта плечевая деталь у нас сзади чуть шире. То есть получается, что мы еще видим вот эту вот заднюю часть, так же, как, например, на стойке. И давайте с вами тоже ее сейчас нарисуем. Она заканчивается чуть пониже, получается, прям немножко. Ставим себе здесь точки. И теперь тоже такой дугой соединяем. Так, соединили. И теперь можно так же заштриховать эту часть, потому что она у нас дальше. И это именно она сзади. Так, теперь обводим у нас тут по рукаву. Пожирнее все делаем. Внутреннюю линию рукава тоже. Наши бачка тоже обводим. Так, детальку самую вот эту. Также на этой детали мы видим, что там идут такие строчки. Сейчас их тоже с вами покажем. Какие-то тонкие такие прям все моменты, конечно, будет удобнее делать именно механическим карандашом. Совсем тоненьким. Еще немножко затемним заднюю часть рукава. Внутреннюю вот эту часть. Так. И теперь у нас идут строчки, которые крест на крест вот так. Парисуем. И наискосок сюда. Вот так. И теперь все обводим с другой стороны. Точно так же. Еще добавляем тоже потемнее вот здесь. Вводим детальку. Так, здесь тоже рисуем наши строчки. Все. Так. Есть у меня ощущение, что здесь тоже проходят какие-то рельефы, которые повторяют вот эту форму, но тут очень такая мелко узорчатая, какая-то тисненая кожа, не совсем понятно, что там конкретно. Так, теперь еще обведем вот эти детали. И внутреннюю часть. И прямо вот эту внутреннюю часть нужно отделить от центральной вот этой гофрированной части, чтобы было видно четко, что у нас это именно какая-то отдельная такая деталь верхняя. Поэтому мы ее прям конкретненько так обводим. А внутреннюю часть обводить не будем, она более такая тонкая. Теперь в ней соединяем жирненькой линией. Теперь я еще люблю показывать, как у нас лежат, например, складки. То есть тут у нас ткань не больше, а силуэт. И можно такую прямую линию показать. Если мы представим, что здесь у нас такая вот складка образовывается, то мы отсюда небольшую линию, такую тоненькую, показываем. И важно, чтобы она была у начала и у конца более узкая, такая текучая, и к центру более жирная. Вот, и сюда можем тоже показать линию. И мне нравится, когда они в эскизе немного асимметричные. То есть здесь она пошире, тут она поуже будет чуть-чуть. Такой эскиз становится чуть более живым. Вот, здесь тоже. Тут она у нас уже, шире по центру, и книзу она также более тоненькая. Вот, это мы имитируем, можно сказать, в программе есть специальное задавание для линии, чтобы она имела определенную форму. Более узкую на концах и более широкую в своем центре. И это мы имитируем вручную, получается. Так, вот такой у нас получился технический эскиз. Сейчас. Можно стереть там лишние какие-то линии, обвести еще маркером, обвести еще линером. Вот, мне нравится такой уже вид конечный. Потому что достаточно мягкий карандаш, и он толстенько обводит. Так, и теперь мы можем подписывать там всякие детали. Допустим, по центру у нас будет застежка-молния. Застежка-молния. Рукав с рельефами. Это какая-нибудь декоративная деталь с отстрочками. Так, теперь длину мы подписываем длина миди. Также, если, допустим, это у вас уже какой-то готовый эскиз, мы также рисуем спинку. И можем добавлять уже здесь на уголке кусочки ткани, кусочки кожи, которые мы будем использовать в этом эскизе. Так, внутренняя часть у нас, пишем, центральная деталь или внутренняя юбка, например. Гофре. Так, тут у нас стойка. Что-то мы еще можем добавить, еще какие-то пояснения, если они нам необходимы. Вот, и в принципе, такой же эскиз можно отдавать конструктору. Нет, конечно, еще надо добавить, что это у нас линия груди, линия талии, линия бедер. Можно добавить еще длину рукава, указать, что это асимметрия. Линия груди. Линия бедер. Вот такой получается эскиз. Также можно указать, что, например, внутри, вот за этой деталью у нас там рукав вточной, а не какой-либо другой. Что здесь мы хотим использовать плечевую вставку под плечник и другие разные пояснения, которые нам необходимо указать. Вот, я думаю, что на этом все сегодня. И вы можете выбрать, в принципе, любое конструктивное, интересное платье или мужское, может быть, какой-то костюм из «Игры престолов». Единственное, если, например, это костюм, это верх какая-то куртка или топ, и низ брюки или та же там юбка, то их лучше нарисовать отдельно, чтобы было точно видно конкретную и длину, и посадку брюк по талии, например. Вот, чтобы это было вот именно отдельно вещи, как отдельные технические эскизы. Вот. Ну что ж, на сегодня мы с вами закончили. И спасибо вам за внимание. Эфир мы сохраним обязательно, и у вас будет следующая целая неделя, чтобы выбрать себе костюм и нарисовать технический эскиз. Все. Спасибо всем, до встречи. И сейчас эфир сохраню, и он останется. Всем пока. Субтитры создал DimaTorzok